Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселёв. Итак, запрет продажи Кока-Колы без паспорта. А вот ещё одна гениальная правительственная программа России по отрезвлению нации. Многие могут ошибочно предположить, что паспорт требует для подтверждения совершеннолетия. Но вы заблуждаетесь. Вредную коричневую газированную чуму не продают всем гражданам Российской Федерации. Предъявите украинский паспорт, пейте на здоровье. Долгие годы Америка отучала нас от Ситро-Буратино, перекинув нам через железный занавес адский напиток с красно-кровавой наклейкой. Но план Госдепа устроить по России поминальный Кока-Кольный звон провалился. Наверняка у вас возникает вопрос, почему не Фанта, не Спрайт, а именно Кока-Кола грозит спаиванию населения нашей страны? Ответ очевиден. На любом стадионе, в любом театре или в концертном зале именно в литровой бутылке Кока-Колы легко спрятать пол-литра коньяка. Не многие знают, но помимо всего прочего, употребление Кока-Колы развивает у мужчин влечение к гомосексуализму. Не верите? Тогда посмотрите следующий видеоролик. Но самое страшное, это то, что американцы готовили персональную капсулу с этим отвратительным ядом для самого Владимира Владимировича Путин. Все еще не верите в этот антироссийский Кока-Кольный заговор? Тогда просто попробуйте хорошо встряхнуть бутылку Кока-Колы, начать петь гимн России и просто открутить крышку бутылки. Адской пеной антироссийского бешенства и ненависти и зайдет это вражеское пойло практически до последней капли. А вы когда-нибудь вслушивались в звук, который издает Кола при откручивании крышечки? Псссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Американцам оказалось мало, и они решили пустить его в квартиры каждого россиянина прямо по водопроводным трубам. Не дадим в нашей единой стране появиться кока-коллаборационистам, работающим на вражеское государство. Не позволим осуществить Западу переворот в России, прислав нам для организации очередного Майдана свои накока-колотые апельсины. А главное помните, коль ты не злой пособник хунты, тогда пойди купи тархунты. Всего доброго, с вами был Дмитрий Киселев.